С чего начинается утро в городе, что создает настроение человека, который только вышел из дома. Знакомый до мельчайших подробностей двор с его тротуарами, площадкой и парковкой. Привычная обстановка. Разве может быть как-то по-другому? А ведь мало кто задумывается, выходя из дома, что именно первое впечатление от увиденного вокруг может создать настроение на целый день. На часах 6.00 город еще спит. Лишь в некоторых окнах многоэтажек горит свет. Однако в доме номер 22 микрорайона Богородский уже сейчас ступеньки входной группы очищены от снега. Понемногу он исчезает из тротуаров. Не сам, конечно. За чистотой здесь следит дворник управляющей компанией «Домжилсервис» Игорь Косяков. Его рабочий день начинается задолго до пробуждения жильцов дома номер 22, в котором, к слову, Игорь Петрович и работает, и живет. Он относится к своему делу с большой ответственностью. Для него эта работа в радость. Людям делаешь хорошую жизнь, приятную. То, что можно выйти, выкинуть мусор в бачок, не в такой заполненный, а в нормальный, чтобы было все аккуратно, чисто. Вот такие дела. В любой сезон, шесть дней в неделю, дворник отдел не в проворот. А зимой щедрые на мороз и осадки работу приходится начинать раньше обычного. В 5.45 Игорь Петрович уже во дворе устраняет последствия обильного снегопада. Самое сложное, это когда вот такой большой снегопад и выдержать этот рабочий день, чтобы не устать так сильно. Вот это сложно, конечно. Ну и еще многозадачность, конечно, есть, когда приходится одновременно решать сразу несколько вопросов и делать приоритеты. То есть сделать выбор, что первое, что потом. То, насколько непрост труд дворника, можно понять, лишь попробовав выполнить эту работу, что и сделал ваш корреспондент, надев, как полагается, форму и вооружившись инвентарем. Отправляемся чистить тротуары. Мороз, как и обещали синоптики, ненадолго отступил, а снег стал тяжелым, что усложняет задачу. Давай. Прошло несколько минут, но я уже устала, уже руки отваливаются. Так что работа для физически подготовленных людей и не для слабаков. Протяженность тротуара составляет порядка 250 метров, а есть еще стоянка площадью 400 квадратных метров, которую также нужно очистить от снега. И без ежедневной работы дворника картина выглядела бы совсем по-другому. В доме номер 22 Игоря Петровича многие знают. Жильцы отзываются о нем, как об ответственном человеке, очень нужном. Всегда рано выхожу, он уже работает. Каждое утро выхожу, мусор убирает, чистит. Молодец. Благодарность, в первую очередь, за их работу, потому что это нелегкий тротуар. В суете бытовых событий, когда срочные дела не ждут, не всегда хватает времени обратить внимание на происходящее вокруг. Однако так важно остановиться и поблагодарить человека за его работу. Важно говорить как можно чаще спасибо тем, кто создает комфорт для всех. Игорь Петрович, хорошо поработали, а теперь я предлагаю выпить чашечку горячего чая и немножко согреться. Наливайте чайку. Спасибо. Я тоже налью. Холодно? Нет, сегодня мороз небольшой, сегодня не очень холодно. Но чай у вас хороший. Еще мы хотим вас поблагодарить, подарить вам коробочку конфет, просто благодарность за ваш труд. Спасибо. 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 Спасибо.